Архимандрит Тихон Емельянов В Богоявленском соборе города Москвы был рукоположен сам епископа с титулом Новосибирского и Барнаульского. За годы служения на Новосибирской кафедре Новосибирск стал для владыки родным городом. В 2013 году ему было присвоено звание «Почетный житель города Новосибирска». Здравствуйте! Вы смотрите программу «Родное слово». Сегодня в нашей студии гость, митрополит Новосибирский и Берский Тихон. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Скажите, как так случилось в вашей жизни, что вы стали священнослужителем? Что послужило отправной точкой? Если мы прочитаем в Евангелии, как призывается человек на служение Господу, то Господь говорит своим ученикам, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть я думаю, что, наверное, Господь постучал в сердце, и я откликнулся, надо было откликнуться на зов Божий. Ну, конечно, в жизни ведь происходит как? Какие-то встречи, какие-то беседы, какие-то случаи, и все это подвигает человека на определенный путь жизни. Не случайные. Может быть, нам кажется, что случайно что-то происходит, но на самом деле все это не случайно, потому что мысль такая была бросить светскую работу и перейти служить в церкви. Хотя это были годы советские, и тогда было это очень сложно решиться на такой путь. Но в то время приходили в семинарию ребята, которые знали, что надо будет выдержать натиск атеистического государства, что это действительно надо будет посвятить себя на служение церкви и пройти и через унижение, и оскорбление, через преследование. Все это было, ведь я всегда напоминаю, что когда я приехал в Новосибирск, даже уже в Санне-Архиерея, здесь было 4 священника и 200 тысяч атеистических работников, которые боролись с этими 4 священниками. То есть все было под надзором, государство как могло вмешивалось в деятельность церкви, ну не в смысле помощи, а именно препятствия. И только там, где было выгодно государству, вот миротворческая политика церкви, экуменическая деятельность, там это государством поощрялось. Но в остальном, конечно, простым священникам на приходах было непросто. Мое счастье, наверное, что воспитывался я бабушкой и мамой, которые были верующие люди, прошли через революцию, коллективизацию, через Великую Отечественную войну. И, конечно, это люди были глубокой веры, и они помогали становлению меня, вот как верующего человека, и особенно наставление бабушки. Она окончила 4 класса церковно-приходской школы, поэтому многое знала, ну то, что входило тогда в такую программу, и старалась передать это нам. Научила нас читать по-церковно-славянски. И мы научились от нее исполнять правила, что надо, как читать. Даже она говорила нам о непрестанной молитве, что надо читать. Но не говорила Иисусова молитва, а говорила, вот, Отче наш, читайте непрестанно, особенно на ночь, когда засыпаете. Она приучала нас ходить в храм. Каждый воскресный день и крупные праздники отмечали мы и Пасху, и Рождество, и другие праздники. Вечером, обычно в воскресный день, она приходила к нам и предлагала почитать Акафист нараспев, и для нас это было очень интересно. Она жила с своей старшей дочерью, у которой не было детей, поэтому они рядом были, в частных домах жили. И они знали много песнопений, кантов монашеских. Приходили, пели. Мама у нас тоже хорошо пела. Ну, мы подпевали, запоминали. Все же в детстве многое. Приучали еще и к паломничеству. Первое паломничество в Троице Сергееву Лавру. Я помню, мы совершили именно с бабушкой и старшей сестрой. И, конечно, поворот жизненный или мысленный даже произошел сначала у меня, когда сестра познакомилась с выпускником Духовной Академии, Протерием Борисом Девушкиным. Ну, из беседы с ним я вот как-то особенно остро почувствовал, что церкви нужны кадры. Он говорит, что в церкви очень много пожилых людей, что может случиться такое, что и никто не будет ходить. Старое поколение уходит, а новое... Обучения же не было. Не было ни воскресных школ, ни в школах вообще не было никакого обучения к духовной культуре. И, конечно, все ждали вот-вот, люди перестанут ходить. И вы знаете, что Хрущев даже пообещал, что в 80-х годах он последнего попа покажет по телевидению. Ну, и когда зять сказал, что не хватает кадров, ну, тогда я уже твердо решил, что после армии обязательно пойду на церковное служение. Начало вашего служения на Новосибирской земле выпало на самые непростые годы в современной истории России. Лихие 90-е, как сейчас принято говорить. Чем встретила вас сибирская земля? Как? И с чего началось ваше служение здесь? Ну, я помню, приехал я к своему духовному отцу. В то время я трудился в издательстве Московской Патриархии. А потом был переведен в Сято-Данилов монастырь, который восстанавливался. Я пришел туда в 1986 году, и духовник посмотрел на меня и сказал, куда-то тебя пошлют далеко. Я говорю, куда? Он говорит, в сторону Японии. Ну, я думаю, может, саму Японию оказалась в Новосибирске. Конечно, для меня все это было новое послушание церковное. Мне не хотелось все-таки уезжать из Москвы от родственников, от друзей своих. Все-таки 20 лет я был, нес послушание в Москве. Но послушание есть послушание. Кому-то надо ехать и в Сибирь. Тогда, конечно, это была трудная кафедра. Но все-таки вот мой предшественник, митрополит Гедеон, он 18 лет находился на одном месте и многое здесь сделал. Все-таки был построен вот этот Вознесенский кафедральный собор. Открыто было духовное училище. И в Вознесенском соборе это была кузница кадров. Здесь не только священнослужители рукополагали, обучали, но и псаломщиков, и певцов церковных, и так далее. Все здесь и монахи, и монахини были. Вся жизнь, она как бы концентрировалась в одном храме. Ну, и по области уже при нем начали открываться молитвенные здания, в Барабинске, в Маслянино, и в других местах. Ну, и мне, конечно, легче было продолжить это дело, потому что не на совсем пустом месте. Сейчас же открывается много архиерейских кафедр, и приезжают владыки просто в какой-нибудь райцентр, или в какой-нибудь населенный пункт, где никогда не было никакой церковной жизни. Ну, и Новосибирск, это же новая кафедра. Была она основана в 1924 году, в советское время, когда вся духовная жизнь сворачивалась. Но здесь, в Новосибирске, многие раскольнические группировки, сектантские открывали свои центры. И поэтому святейший патриарх Тихон, он принял тоже такое решение, чтобы здесь открыть кафедру. Поэтому часть приходов были взяты от Омской епархии, часть от Омской, часть от Бурнаульской. И была вот основана новая кафедра, Новониколаевская, которая недолго просуществовала, стала как Новосибирская. Здесь, я должен сказать, несмотря на то, что кафедра была огромная, сюда же входили все края и области, начиная от Дудинки и до Козыла, которые потом были разделены на шесть епархий, а сейчас каждая из этих епархий еще на три-четыре епархий разделена. Но тогда было не так много приходов, и жизнь была налажена. Батюшки очень преданные, церкви были люди. И поэтому, когда я приехал, здесь меня хорошо приняли, и мне было нетрудно работать, потому что кафедра была, ну как сказать, не надо было начинать с нуля. Все-таки кафедра много лет окормлялась хорошими архиереями, потому что те вот предшественники, даже у митрополита Гедеона, это и были выдающиеся архипастырии. Такие, как митрополиты здесь и Варфоломеи, очень известный митрополит, и первый даже митрополит Никифор, и другие архипастыри, был даже камчатский миссионер Владыка Нестор. Поэтому они внесли большой вклад сюда, в епархию. Но уже поколения сменились, и пришли, конечно, новые люди, и возможность церковь получила большую, возрождать структуры церковные, и можно было и социальное служение совершать. И поэтому мы воспользовались новым временем, и с 90-х годов начали, конечно, массовое открытие прежде всего храмов. Какой проект, какое дело стало самым дорогим, близким сердцу за эти годы? Наша самая главная задача – это, конечно, открытие новых приходов, и для архиерея это подготовка кадров. С 90-х годов открыто было 90 приходов. Был открыт Богословский институт. Началось социальное служение в больницах, в воинских частях. Мы стали приходить в вузы, в школы. То есть все было заложено вот в эти первые пять лет. И потом дальше уже и владыка Сергий, епископ Сергий Соколов развивал это, все продолжал. Ну и, конечно, после возвращения моего с 2000 года, уже в 2000 году я возвратился, второй раз приехал уже в Новосибирск. Ну и здесь, так сказать, и у меня уже опыта было побольше, потому что там я все-таки как молодой архиерей. Ну, конечно, одному невозможно ничего сделать. Священнослужители наши, многие очень хорошо подготовленные люди, все-таки в Сибири только у нас есть доктор богословия, протерия Борис Пивоваров, и многие другие священники, Ну и миряне. Сразу вот началось как-то движение мирян. Они стали нашими хорошими добровольными помощниками. И поэтому и структуры церковные удалось все возродить, и вот православное такое общественное движение тоже стало набирать силу. Вас часто приглашают, желают видеть на значимых областных и городских мероприятиях. Также на церковных праздниках присутствуют высокопоставленные чиновники, отцы города. Как перекликаются дела церковные и светские, и насколько важно такое участие и взаимная поддержка? Без власти невозможно ничего сделать, и в настоящее время, потому что при хороших взаимоотношениях с властями многие проекты хорошо осуществляются, удачно. Видите, в чем дело? И власть, и церковь, они работают с одним и тем же народом. Поэтому то, что мы делаем для города, для области нашей, строительство храмов, для кого это? Кто строит? Строит сам народ. Ведь церковь – это и есть русский православный народ. Ну, не только русский, потому что русская православная церковь – она многонациональная. Сюда входит очень много различных наций, те люди, которые приняли православие. Поэтому очень важно поддерживать властей, и власти поддерживают нас, потому что в итоге благо получает наш народ. И видите, в чем дело? Ведь очень важно, чтобы власть поняла, что она не только решает экономические, политические вопросы. Многие вопросы невозможно решить экономически. Ведь мы имеем дело с душой человека конкретно. И вот церковь, она именно старается всегда напомнить, что есть традиционные ценности, что есть совесть человеческая. И с этой стороны нам тоже нужны союзники. Власть, она должна тоже воспитывать свой народ, особенно новое поколение. Патриотическое чувство, общественное сознание. Потому что задача государства – все-таки воспитать совестливых, ответственных граждан. Тогда будет меньше коррупции, тогда будет меньше преступности, тогда люди будут понимать чувство милосердия, сострадания. То, что связывает все наше общество. Потому что вот эти базовые духовные ценности, они нужны всем нам. Мы тоже и церковные люди, они члены общества, и сами священнослужители. Они имеют все права, которые имеют и другие люди. Хотя по законодательству церковь отделена от государства, но ее невозможно удалить из государства. Потому что церковные люди, они полноправные граждане нашего государства. Поэтому все блага, которые есть для нашего общества, они распространяются и на церковных людей. К вам часто обращаются люди. И во время миссионерских поездок по области, и после службы, с различными проблемами и вопросами как личного, так и общечеловеческого характера. Можно сказать, что вы знаете, чем народ дышит. Что беспокоит наших граждан сегодня больше всего? Я помню, святейший патриарх приехал куда-то на крайний север, и собрались люди, приветствуют патриарха, и патриарх говорит, может, у вас какие-то проблемы? Все-таки сейчас север как-то брошен, и много проблем. Я живу около правительства в Москве, и смогу, может, чем-то вам помочь. Вы знаете, что ему ответили наши прихожане? Я говорю, ваше святейшество, пожелайте нам терпения. То есть народ наш невзыскательный, и они понимают трудности, которые мы переживаем, и не требуют ничего лишнего. Поэтому мы, конечно, вот социальное служение, которым занимается церковь, это очень благородная и большая задача. Мы приходим в армию. Вот вы знаете, странно иногда бывает слышать из средств массовой информации, вот там офицеры плохие, вот старослужащие плохие. И я говорю, так нельзя вставить вопрос, потому что и те, и другие наши дети. И мы должны позаботиться о том, чтобы в армии была братская обстановка, чтобы они понимали, любили друг друга, им выполнять общие задачи. И вот надо, на что настраиваться, а не так, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват. В первую очередь, чтобы там было комфортно служить. И действительно государство пошло навстречу. Сейчас есть армейские священники. И они занимаются вот этой большой работой, проводят беседы и с офицерами, и с солдатами. И очень востребована церковь в армии. И есть часовни или храмы армейские, там совершаются богослужения. И священники вот эти армейские, они являются заместителями командиров по работе вот с личным составом. И их работа очень удачная. Вот они ездят на учениях, также живут в полевых условиях, ездят в горячие точки. И там бывают тоже и под обстрелами, и в трудных таких условиях, в боевых полевых условиях. Вот. Вот священнослужители, и не только, и наши сестры, милосердие, они присутствуют в больницах, особенно в трудных, в онкологических отделениях, где родственники даже не приходят проведывать. Вот. И так же священнослужители, и есть тюремные священники, где тоже надо работать. Ну, мы занимаемся и бывшими наркоманами, около тысячи человек проходят через наши революционные центры ежегодно. Мы занимаемся людьми без определенного места жительства, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях. И стараемся всем помочь. Потому что, если уж делают приюты для собачек и кошечек, то тем более люди должны быть центром нашего внимания. Особенно люди, которые отступились или по каким-то причинам оказались на обочине жизни. Никто от этого не застрахован. И поэтому это помогает чувство не церкви, это помогает социальное служение. А всему обществу. Общество получает вот этот заряд милосердия, сострадания, взаимопонимания, сочувствия друг к другу. Чем больше мы проявляем любви и заботы друг о друге, тем консолидирование наше общество. На Ваш взгляд, какой из человеческих пороков самый страшный? Пороков много. У каждого свой какой-то порок. Он и страшен для этого человека. Это надо читать аскетику и что-то найти, что вот красной нитью проходит через всю нашу жизнь. И когда мы читаем жития святых или творения святых отцов, то мы находим пример духовной жизни лично для себя. Вот у меня душа страдает этим, и надо это исцелить. Есть, конечно, грехи не смертные, а есть грехи смертные, которые перечисляются в Священном Писании. Но это ничего не значит. Человек может во всем раскаяться, исправиться и вести правильную жизнь, быть христианином, быть Божьим человеком. Поэтому любой грех – это деградация личности человека. Любой грех – он против совести. Потому что вот Святейший Патриарх как-то говорил, что заповеди Божии – это абсолютная правда, потому что они даны Творцом. И мы это чувствуем. Если мы заповеди исполняем в своей жизни, мы совершенствуемся как личности. Если мы заповеди нарушаем, мы деградируем. И поэтому любой грех, он ведет за собой другие грехи. Ну, можно там, допустим, какие-то выделить грехи. Вот у Ава Дорофея, который написал «Азбуку духовной жизни», называет ее книгой, он пишет, что самый трудный грех – это обида. Неожиданно получается, неожиданно. Вам доводилось общаться со старцами, людьми мудрыми, высокодуховными. Какими наставлениями, советами, полученными от них, вы могли бы поделиться со всеми нами? Мне приходилось с одним старцем, я еще был молодым человеком, я спрашиваю отец Алексей Демин, такой был духовник Патриаршего собора, я говорю, отец Алексей, вот я молодой человек, как мне молиться, поститься? Он говорит, все это, детка, научишься. Самое главное для молодого человека – не ходить в гости. – Почему? – Ну, потому что пойдешь в гости, обязательно придешь уже другим человеком. Надо же расслабиться что-то там, выпить, закусить, повеселиться. Ну, и человек уже меняется. Он теряет, так сказать, то, что должно быть у духовного человека, да еще с какими друзьями. А бабушка вот наша, она всегда говорила, с кем поведешься, от того наберешься. Поэтому выбирайте всегда в себе друзей тех, которые будут вас вести к небу, а не в погибель. – За два десятилетия Новосибирск стал для вас родным городом. Есть ли места, в которых вы можете отдыхать душой? – Конечно, мне кажется уже, что я тут и родился. И святейший патриарх Пимин, он был в ссылке два раза, в Фергане, в Воркуте. И он всегда говорил, что начинать можно в Сибири, плохо заканчивать свое пребывание. А у сибиряков я услышал другую шутку, что в Сибири первые 10 лет тяжело. Поскольку я уже 20, то мне не тяжело. И здесь действительно очень красивая природа, и хорошие люди. И те знания, которые я получил в Москве, в духовной школе, я стараюсь сюда привнести. Ведь как человек, какой-то опыт имеет, он приобретает то, что вот в издательстве я получил, когда трудился главным редактором. Все это мы принесли сюда. И мне кажется, что сейчас уровень очень высокий, потому что в епархиальном управлении у нас более 30 отделов, которые охватывают все сферы жизни и деятельности человека. Поэтому самый большой отдел, отдел образования и просвещения, миссионерский отдел, очень крупный, и другие отделы. Они все хорошо отлаженная работа, организованы они все после 2000 года, когда я второй раз возвратился. И они удачно функционируют, делают очень много добрых дел. И все время спрос на открытие новых приходов не уменьшается, все время появляются новые, теперь уже в селах. А поскольку уже у нас метрополия и есть еще три епархии районные, там тоже активно идет строительство, открытие новых храмов. Но это же не только новый храм, ведь приход это большое дело, там же надо собрать людей, там же надо построить и воскресную школу, там людей надо организовать, чтобы они занимались какими-то делами, милосердием. И это очень тоже помогает вот людей объединять. И поэтому, вот я прочитал у одного западного богослова, он пишет так, что чем больше храмов, тем меньше тюрем. Потому что церковь это любой приход, храм это очаг духовности и нравственности. И поэтому я считаю, что чем больше мы сможем открыть приходов, тем меньше будет различных пороков в нашем обществе. Потому что самое главное, чтобы человек понял цель и смысл жизни. Что не дает вот светское образование, вот не дает этой духовной культуры, основанной на базовых ценностях. А если этого нет, то появляются различные пороки в обществе. А церковь, она все время врачует совесть и каждого человека, и совесть всей нации. За что у вас болит душа сегодня? Душа болит. То, что своего исправления нет, не хватает времени. Ведь чтобы человек возглавлял вот какое-то направление в жизни, он сам должен приобрести этот опыт, чтобы сказать доброе слово, которое могло бы исполнить человека жизненной силой и повести его по правильному пути. Надо самому через это пройти. И надо самому эти слова сделать центром своей жизни, воплотить в своей жизни. И тогда, конечно, можно и сказать доброе слово другому человеку, который подействует на него. Ну, а поскольку у каждого человека есть свои немощи, то, конечно, самое трудное – это работа над собой. Вы можете назвать себя счастливым человеком? Ну, видите, счастье – это, если этимологию слова это посмотреть, счастье – это славянское слово, означает часть от общего благополучия. И человек не может быть счастливым один. Когда вокруг него счастливые люди, когда у этих людей получается что-то в жизни, тогда, конечно, все мы довольны и счастливы. Поэтому наша задача общая, и нам к намеченной цели – идти всем вместе. Я благодарю вас, Владыка, за участие в нашей программе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова